Давайте начинать потихонечку. Меня зовут Морозова Ирина. Я мама ребенка с коммуникативными трудностями. У Ильи у нас дезортия на данный момент. Речь еще не до конца сформировалась. Мы ему помогаем дополнительной коммуникацией в этом деле. И в этом деле нам на помощь приходят разные инструменты, в том числе читательский дневник. Я не то вам включила. Извиняю, сейчас секундочку. Вот он, адаптированный дневник. Кому, как, когда и зачем. Когда мы начинаем. Если будут вопросы по ходу, можете их лучше голосом задавать в чате. Я прочитаю, наверное, в конце вопросы. Что у нас сегодня будет на нашем вебинаре? Я сначала расскажу все про читательский дневник. Потом, как мы сделаем мастер-класс по заполнению. Если останется время, я покажу примеры. И шаблоны всех дневников, файлов со ссылками. Я потом в чате выложу ссылочку, где это все можно скачать. Ну, собственно, про нас можно почитать по различным ссылкам. Ссылки я выложу, где посмотреть, где почитать. Про нас уже писали. Кто-то уже знает, читал видео про нас. Кто-то, может, уже подписан на нас. И у нас еще есть Телеграм-канал. Телеграм-канал, ссылочку я тоже дам. Так, секундочку. На Телеграм-канале я выкладываю очень много материалов. Делюсь абсолютно спокойно. Пожалуйста, можно пользоваться. Значит, кому же нужен, собственно, читательский дневник? Здесь, я думаю, присутствует много специалистов, которые знакомы с понятием уровня коммуникации. Но есть и родители, которые, может быть, слышали, но не разбираются уровня коммуникации. Мы не будем строго здесь, не буду я привязываться к именно к уровням, но, соответственно, примерно понимать, что это нужно. Значит, начиная, в принципе, можно начинать читательский дневник почти с малышами, да, и уже до пожилого возраста. С людьми, людьми можно читательский дневник вести. Вопрос в том, что сколько мы его будем вести, насколько он будет расширен, этот читательский дневник. Соответственно, для малышей он будет совсем коротенький, маленький, а для, соответственно, подростков, взрослых людей это будет уже, ну, в зависимости, конечно, от уровня коммуникации, какой уж он подросток, насколько у него развит и когнитивный уровень, он развит, сколько он понимает, осознает. Соответственно, уже можно будет непосредственно под человека подбирать. Как подбирать, мы дальше уже посмотрим, какие у нас с Ильей есть разделы, которые можно убирать для малышей, поставлять, да, какие-то вещи, или для детей, которые еще не достигли определенного уровня коммуникации. Так, по сути, ну, кроме совсем маленьких-маленьких детей, которые еще не понимают, да, тогда, наверное, не стоит. По сути, если ребенок или какой-то уже подросток понимает, что ему читают, у него есть любимые книжки, да, он может указать на эту книжку, тогда мы можем уже вводить дневник читателя. Дальше я расскажу, каким образом. Зачем нам дневник читателя? На самом деле, как под дневник читателя, мы взрослые, наверное, мало кто заполнял. Я, например, в детстве не заполняла дневник читателя, мне такого не было, в школе нас не требовали, но когда мы пошли с Ильей первый раз в библиотеку, я осознала, что нам это надо. Что делает дневник читатель? Он, во-первых, улучшает коммуникацию, улучшает словарный запас. Однозначно. То есть мы… Это темы для разговоров, много тем для разговоров новых. Книжки нравятся детям, детям книжки любят. Там классные картинки, их можно обсудить, ждать. Поэтому коммуникация в любом случае будет улучшаться. Новая тема для разговоров. Словарный запас будет улучшаться. Во-первых, мы книжку прочитали, потом еще обсудили. Это улучшает наш словарный запас. Наш и ребенка, понятное дело. Много тем для разговоров. Еще зачем? Мы улучшаем, либо подготавливаем ребенка к школе. Знаниям, которые будут даваться в школе. В школе ведь у нас все завязано на текст. Очень много. Литература, сегментарные науки. Это работа с текстом. Какая бы ни была школа, все равно им будут начитывать текст. Обычная, либо коррекционного вида. Школа компенсирующая. Все у них будет. И диктанты будут в разных видах. Ну, сочинение там. Сочинение тоже у нас. Это анализ текста. Пересказ. Работа с текстом. Это на вопросы. Работа с текстом. Это все будет постепенно готовить ребенка к школе. Сокращение текста. Выделение главного. Это все в школе есть. И все это пригодится. Именно поэтому я знаю, что у Ильи в последующем может быть проблема с обработкой текста. Я ему сейчас закладываю эти умения работать с текстом. У меня самой в детстве были проблемы с обработкой текста. Я сочинения не умела, не понимала, как их писать. Потому что я не умела работать с текстом. Мне это сложно давалось. Обработка какая-то. Поэтому для своего ребенка я уже решила, что по чуть-чуть, понемножку мы будем с маленькими шажками будем двигаться вперед. Вперед. Какие же разделы у нас с Ильей есть? У нас есть вот такая замечательная обложка. Что мы сюда пишем на обложку? Тетрадь о книгах, которые прочитал Морозов Илья. Дневник читателя. Ну, то есть, каким образом? Ну, то есть, обозначить. Не просто какую-то, не тетрадочку, да, которую мы прочитали. Фотография ребенка. Илья, конечно же, любит еще себя, свою личность. Я думаю, каждый ребенок любит на себя посмотреть. Поэтому для того, чтобы обозначить ребенку или подростку, что это именно его дневник читателя, то тогда можно предложить ребенку выбор из нескольких фотографий, которые он выберет уже сам, какая фотография у него там будет. Соответственно, фамилию, имя, чей дневник обязательно надо. Каким образом подписать? Можно варьировать. Стараться книга, которую я прочитал. Я читаю книги. Я говорю про книги. Варианты могут быть различные. Я отправлю, положу наши шаблоны. Но эти шаблоны можно менять. То есть, под свои потребности. Как считаете, нужно, можно уже переделывать. Как надо. Дальше. Какие же разделы нам еще есть у нас? Это разделы список взятых книг в библиотеке и моя библиотека дома. Зачем эти разделы нужны? Во-первых, мы не забываем, что мы там читали. Мы всегда можем обратиться к данному списку. Данный список иллюстрированный. Ребенок может вспомнить, что же он там читал, какая книжка ему больше понравилась. Обсудить это с окружающими друзьями, родителями, бабушками, дедушками, педагогами. Ребенок может попросить почитать. Если такой раздел, как моя библиотека дома, ребенок может указать, как раз таки, для совсем малышей, это может быть единственная вкладка, которая будет присутствовать в читательском дневнике. Моя библиотека дома. Какие есть книжки. И малыш, чтобы не рыться в большом объеме книжек, а у нас сейчас достаточно много книжек, затруднен поиск, либо дети двигательно ограничены, им сложно книжки перебирать. Тогда мы можем сделать вот такой раздел, но у нас небольшие иконки книжечек, 4 сантиметра, но можно делать побольше. Ребенок может указать на книгу, которую ему сейчас хочется перечитать, которую ему хочется еще раз посмотреть. Он указывает на книжку родителя, рядом, ему достают эту книжечку. Вот здесь, это первое, что может здесь присутствовать, только единственное. Либо кто уже ходит в библиотеку, тоже список взятых книг в библиотеке, можно заглянуть в этот список, мы так тоже делаем, вспоминаем, какую там книжку мы брали, обсуждаем, самые понравившиеся, полюбившиеся, либо что-то хотим взять заново. Таким образом, такой хороший раздел для обсуждения, даже вот немножко. Дальше. Список книг, которые мы обсудили с мамой. Здесь именно то, что мы уже рефлексируем, то, что у нас идет сам дневник, и мы эти книжечки вкладываем, сюда тоже приклеиваем. Не все книги мы обсуждаем, но только некоторые. И новый раздел, который я добавила уже в ходе подготовки к данному вебинару, книги, которые я хочу прочитать потом. Для Ильи у нас это еще немножечко на вырост, нам еще не столь актуально. Но те, кто уже постарше, например, детки, идут в школу, в школе там кто-то прочитал, они пообсуждали, какая-то интересная книга, и он захотел ребенка, например, почитать. Он может найти фотографию книги, приклеить сюда, и не забыть о том, что он там хотел прочитать. Потому что, например, муж у меня делает заметки себе в телефон, что он хочет почитать, что ему порекомендовали, и чтобы эти рекомендации не остались без внимания, и потом не забылись. Потому что все мы все забиваем. Это такая наша природа. Ну вот мы переходим непосредственно к самому, к самим разделам нашего дневника, обсуждению книг. Что начинаем? Значит, у нас сейчас с Ильей было, посмотрите, вот такой вот вид. Это не окончательный на самом деле вид. Мы только-только там можем еще дальше развиваться, еще что-то мы можем переделать. Сейчас по ходу каких-то буду выкладывать в Телеграм-канале своем эти материалы. Что мы сейчас обсуждаем? Я приклеиваю увеличенные уже фотографии книги, пока сколько у нас сейчас. Черно-белый только принтер, ну да, черно-белый вклеиваем, цветные я потом вклеиваю, где-нибудь распечатываю, там уже где списки автора. Вот здесь вот покрупнее. Тут мама пишет. Я здесь пишу автор, поскольку Илья еще не пишет, он у меня выбирает фломастер, и я подписываю автора. Мы здесь пока в ходе, уже я придумала по ходу подготовки, можно вклеивать фотографию автора. То есть название книги, тут тоже я пишу. Дата прочтения тоже я заполняю, Илья еще не умеет писать, ему 4 года, он еще цифры знает, но еще писать их сложно. И вот этот раздел нижний, тебе понравилась книга, да или нет, это тоже подойдет для самых малышей. То есть малыш может сказать понравилась, не понравилась. Как правило, мы сейчас с Ильей обсуждаем только те книжки, которые ему понравились, поэтому у нас везде галочки. Вообще, как бы, книг делается на самых любимых книгах у нас, сколько усидеть и так-то сложно. А еще, если нужно привлечь внимание, это сложное обсуждение, это достаточно сложная вещь, здесь нужно только вот именно на мотивацию. У меня вот здесь вот оформление черно-белое, для того, чтобы вот это все цветное заполнение меньше отвлекало. Если вся страничка будет цветная, я пробовала делать, мне не очень понравилось, оно все тогда цветное и очень любит в глазах. Поэтому именно вот эта страничка черно-белая. Сейчас у нас такой вид, но вот по ходу, смотрите, примеры у нас были. Вот у нас, смотрите, причем здесь еще у нас трансформация, как у нас трансформировалось, изменялось. Первый наш дневник был вот такой вот, первая вариация. Джулия Дональдсона, дочка Грофола, когда мы читали Абгу 23-го, Илюша раскрашивал. И рисунок я еще поместила вот на этой первой страничке. Но маловато, да, для малыша этой странички маловато, чтобы изобразить. Ему нужен больше еще размах, поэтому пришлось переделать. Первую попробовали, не очень. Вот здесь еще мы тоже пробовали рисунок делать, но здесь уже появилась вот строчка «Тебе понравилось? Книга? Нет». Нет, вот этого места недостаточно для рисования. У нас проквикала книжка. И вот уже более последний вариант, один из последних, это когда уже рисунок ушел на другую страницу. Здесь интересный пример. У нас, наверное, останется время, я покажу целиком. Как мы заполняли дневник про эту книжку, я ему вклеила сюда дату, год 2024 цифрками. Мы циферки используем в дневнике, личном дневнике, по вечерам заполняем. Илюша дополнил цифры, которых не было. Вот здесь я потом ручкой подписала, что это цифры, которых не было в дате. Ну, то есть это его личный выбор, я нисколько не сопротивляюсь этому. Поэтому, если он хочет что-то добавить свое, пожалуйста, он это может добавить. И на будущее. Вот я уже в ходе именно подготовки придумала, что можно, что еще добавлять. Это опять, когда ребенок уже подрос, он уже осознал там первые шаги, можно ему добавить, например, автор фотографию, название книги. Здесь все понятно пишем. Страна, да, по стране автор живет. Опять-таки, это не только тема для разговоров, еще и география. Мы можем потом изучение флага, мы можем сравнить с картой, где находится эта страна. Еще тема для обсуждения жанры. Ну, у нас в основном сейчас сказки, конечно. Но опять-таки, тема для разговоров, какие жанры бывают. Это книга, драмы, комедии, еще что-то. Да, вот эта вот книга была в каком жанре? Какое количество страниц? Ну, здесь просто вот такая вот длинненькая получилась. Полосится, что она чисто оформительская. Ну, здесь, конечно, много текстов будет. Еще добавляем пиктограмму месяца, дату прочтения пиктограммы месяца. Мы сейчас активно изучаем времена года, месяцы, поэтому у нас это очень актуальные вещи, когда сюда еще месяц можно вклеивать. Год еще ручками напишем, а вот уже Илья сам может вклеивать у нас пиктограмму месяца. У нас осталось понравилось, не понравилось. Потому что, Илья, да, сейчас мы обсуждаем те книги, которые ему понравились. Но на будущее нужно будет обсуждать то, что не очень понравилось. То, что, например, по заданию в школе будет, не обязательно понравится. И тоже нашла вот такой вот интересный код. Это рейтинг книги. Насколько понравилось на единичку, двоечку или троечку. Вот такая вот страничка. Здесь можно просто блоки брать, удалять, какие кому подходят, нравятся. В моем варианте, вот здесь вот, по-моему, либо 4, либо 3,8 высота вот этих вот пиктограмм, которые клеиваются. Все здесь уперлось в то, что нужно оставить край для дырокола. Мы оставляем все это под дырокол. Все странички, которые заполняются, их храним уже непосредственно в папочке. Поэтому и здесь чуть-чуть, получается, не хватает по ширине 4 сантиметра они влезают. Что еще у нас дальше есть? У нас было нарисую рисунок по книге. У меня и деда до сих пор еще рисует самостоятельно. Какие бы ни были там художества, мы их оставляем. Я в примерах потом покажу. Это первый. Но еще можно, если ребенок совсем отказывается. Такие дети есть. Они даже есть в обычных школах, когда ребенок просто отказывается рисовать. У меня, поскольку я работала в школе учителя МИЗО, в пятый класс приходили дети, которые просто вот сидят, ручки положили, а не отказываются. Что-либо делать. Тогда мы можем предложить раскраску. Раскрасок по книгам достаточно много. Иллюстрации есть. Можно. Есть даже программы, которые делают из иллюстрации. Можно делать раскраску. В графических редакторах тоже можно делать раскраску, либо по какому-то мультику, там еще каким-то образом можно выкрутить. В принципе, если ребенок не хочет рисовать, он не умеет комплексовать по этому поводу, мы можем даже какими-то цветными пятнами попросить его нарисовать какое-то впечатление. Потому что потом пиктограммами мы можем подписать. У нас Илья как-то с папой рисовал. Они там, слышу, рисуют. Вот это бабушка, это дедушка. Прихожу, а у них цветные пятна просто. Вот он сидел и рисовал цветные пятна. Это у него были там бабушка, дедушка, мама, папа. Потом я подключилась, мы подписали пиктограммами, кто есть кто. Все были счастливы. Хотя вот не требовалось детали при рисовке. Можно таким образом. Каким образом ребенок будет рисовать, неважно. Это для общего развития полезно, для графа-моторики полезно. Рисовать это очень важно. Как учитель ИЗО могу подтвердить. Дальше мы переходим к разделу, про кого в книге написано. Какие герои. Перечисляем героев. На данном моменте мы с Ильей просто приклеиваем героев. Я ему выдаю книжку, я ему выдаю пиктограммы с героями. Причем я не делаю пиктограммы с рисованным героем из книги. Чик и Брики все знают книжку. Многие при адаптации вставляют, делают пиктограмму. Чик, Брики. Я делаю все. Зайчик, Чик. Подписываю имя зайчика. Обычная пиктограмма зайчика, обычная пиктограмма мишки. Просто внизу мы подписываем имя. Для меня это проще, мне не надо каждый раз героя книги вырезать, куда-то пиктограмму отдельную делать. И, во-вторых, мы абстрагируемся от этого имена. Просто у нас есть мышки, у нас есть медвежата, пингвинята, все герои, но они просто с разными именами. Мы просто вот так делаем. Я потом покажу. Какой герой? Здесь у нас немножко на вырастрою сделал с Ильей. И я использую только если в книге прописана характеристика героя. И в примере я покажу. У нас была такая книжка, там уже были прописаны характеристики. Тогда мы обсуждаем. Если нет характеристик, я сейчас не заставляю, поскольку я летом 4 года, но мы начали обсуждать там в 3 года. Это еще тяжелая какая-то вещь. Анализ поведения, анализ каких-то действий героя. Плохой или хороший. Но вот уже плохой, хороший, я думаю, нам можно вводить. Вот его поступки были хорошими, либо плохими в данном произведении. Но пока что мы обсуждали именно в таком разрезе. Можно здесь подложить одного героя, например, лишнего. То есть были у нас там 5 героев в книге, какого-то еще. А вот этот герой был, ребенок должен вспомнить. Мы обсуждаем с книжкой всегда. У нас перед глазами всегда лежит книга, которую мы обсуждаем. Ребенок сравнивает с книгой. Поскольку детские книги, они еще иллюстрированы, ребенок сравнивает всегда с книгой. И там можно найти ответ. А потом в примерах еще это покажу. Ну вот, а вот, кстати, да, вот здесь вот как раз таки. Это было произведение «Мячик для всех». Здесь мы перечисляем, какие герои. Лягушонок Фред, просто лягушка. Соня Рикки. Здесь кротик моли. Вот Илюша раскрашивает, я не запрещаю. Все наши каракули, это наши. Был ежонок Ёжик Вилли и мышонок Макс. Вот «Мячик для всех». Он решил сюда «Черный дростань». И вот как раз таки в этой книжке прописывается, что Фред, лягушка, плохо слышал, поэтому не слышал, что его зовут. Соня Рикки был сильный, но вот с ним не хотели дружить. Молли была подслеповата, как там было написано. Плохое зрение имела. Макс хромал мышонок. Поэтому мы все это прописали. В других случаях я не буду прописывать. Но посмотрите, есть рядом, еще поставила. Это был «Чик и Брикки. Новый друг». Зак, Брикки, Чик и Чайку мы вклеили. А когда уже Илья рисовал, рисунок по книге, он рисовал героев. И когда мы приклеили птицу Чайку, он приклеил, он не хотел рисовать, он приклеил. И он сказал, что птица-то плохая. Он уже сам проанализировал и сам приклеил. Я сказала, что птица плохая была. Она там украла мороженое у Зака, и она плохая. И вот уже как раз-таки я не сообразила, можно было перенести вот сюда характеристики героя, что она плохая была. Но у нас осталось это в рисунках. Ребенок уже, видите, сам начинает анализировать по героям. Какой он или хороший, какие поступки были. Дальше раздел. Что делали герои книги? Сюда я пишу предложение. С пяти строк мы пишем. Это краткий пересказ книги. Там много предложений, да, еще я просто целый лист не стала делать. Стараюсь не больше пяти слов в предложении сделать. Здесь наша задача сейчас с Ильей на текущий момент – это последовательность слов в предложении, формировать логический рассказ. Илья сейчас хромает последовательности. Он может предложение построить таким образом, что у него там все будет криво-косо. Если его попросить что-то рассказать, он начинает заикаться, запинаться, у него там каша в голове. Это вот такая вот сложность у него. Логически сформировать какую-то такую последовательность. И на данном этапе он у меня это не заполняет. Я ему, я прописываю предложение. Я готовлюсь заранее. Я прописываю предложение. Это из пяти строк. Это будет предложение пересказ текста. И потом я ему моделирую это предложение. Мы обращаемся к ней, я покажу там на фотографиях. Это уже моя работа. Я ему показываю, что я еще не способен сам сконделировать это предложение. Я ему моделирую. На будущее что еще можно делать? Какие еще разделы? У нас еще этих разделов нет. Но этими разделами тоже можно добавлять по усмотрению. Новые слова. Во-первых, мы можем книжку читать и адаптировать. Кто-то меня здесь немножко редактировал. Мы можем адаптировать книгу, во-первых, к новому слову. Если мы вводим какое-то слово новое, мы можем взять какую-то простую книжку. А книжек сейчас детских очень большое количество. Мы можем подобрать такую книжку, которая будет вводить нам новое слово. И мы можем потом обсудить. Смотри, а мы с тобой новое слово встретили. И давай-ка мы его обсудим. Это вот такое слово. Давай посмотрим, как у нас книжки было. Какая новая пиктограмма какая-то. Этот раздел можно вводить тоже. Для Ильи может быть не актуально в виде пиктограммы. Хотя нет, тоже можно на самом деле. Потому что лучшее будет запоминание этих слов. Когда мы их еще обсудили, приклеили, в книжки посмотрели. Что не понял. Вот это вот как раз-таки, наверное, на более старший возраст. Что я не понимаю в этой книжке. Либо мы ее прочитали адаптированную, не адаптированную. Что не понял. Здесь уже нужно такой достаточно высокий университет коммуникации. Чтобы ребенок мог сформировать вопрос. Что вот этого, что то. Что я думаю, размышления по поводу книги. Это, конечно, тоже уже достаточно постарше ребят. Как поступали герои. Но здесь уже, конечно, можно их с помладшими использовать, на мой взгляд. Плохо или хорошо. Какие-то поступки. Здесь можно анализ, даже какой-то вводить поступков героев для книги. Но в данный момент в шаблонах этого вот не будет. Это можно уже кому надо. Если я там куда-то разработаю, сделаю, я выложу в телеграм-канале. Так что у нас этого нет. Что еще можно? Мы тоже это вот еще не делали. Да, ну, что-то из этого, наверное, мы будем в скорости вводить. Этого дневника тоже нету в шаблонах. Иллюстрации, которые использовались в книге. Какой художник их нарисовал. А какие еще есть иллюстрации в других книгах. У нас есть прекрасный, прекрасный есть интернет. Он все расскажет. Да, можно найти разные издания книг. Какие художники работали над этими иллюстрациями. Какие иллюстрации были. Вклеить, найти из других книг иллюстрации. Если книга очень понравилась, да, с названием художника. Да, художника можно вклеить. Сюда еще приписать, какой художник, как он жил, там, что писал. Какие у него другие были иллюстрации. Ну, желательно, чтобы книги, да. К этой книге разные иллюстрации разных художников. Если очень нравится. Потому что, например, бывают потрясающие иллюстрации советские. Я здесь недавно для себя нашла книгу советскую «Три поросенка». И где бы ее найти теперь не в онлайн-виде, а в печатном, я была бы очень рада приобрести себе такую книгу. Потому что иллюстрации мне очень нравятся, советские. С такой очень красивой прорисовкой. Музыка. У нас есть экранизации. Во-первых, по произведениям очень много. И по детскому есть мультики, и по взрослым фильмы есть. Мы можем прописать, какие экранизации были к этому произведению. Какая музыка использовалась в экранизациях, в мультиках. Сюда, опять-таки, мы можем композиторов вставлять, знакомство с композиторами. Расширять здесь можно достаточно хорошо. Цитаты. Это уже, конечно, для постарших, уже более серьезных произведений. Если какая-то цитата очень понравилась, ее можно... Те, кто уже хорошо может писать, можно сюда цитаты укладывать. Какой вопрос ты бы задал автору? Здесь такой вот раздел. Вопрос автору. Ну, тоже для тех, кто постарше. Что еще как бы... А что было потом? А как были там герои? И вот еще, что было непонятно в книге именно, а что бы автор ответил. Там такая работа на подумать, но это конечно к старшим. И также новый раздел. На самом деле, вот сейчас очень модное введение всяких дневников, дневников чтения. Вот в продаже имеются очень много всяких, не только дневничтения, а просто буллет-журналы, творческие блокноты. Это все очень популярно на самом деле. И вот в этих нашла я трекеры для чтения. Они в буллет-журналах тоже присутствуют. Это не как получается читательский дневник отдельно. Просто в буллет-журнале делается заметка. Ну, буллет-журнал, такой ежедневник, где еще много-много всего красивого, доправляешь все. И там есть эти трекеры чтения. Для многих детей это, возможно, будет мотивацией для ежедневного чтения. Очень полезная вещь. Например, вот детские трекеры чтения. Ты почитала сколько-то минуточек, закрасил кусочек, завтра еще один кусочек. Я сделала другую картиночку. Там ее разбила на 31 день, чтобы можно было каждый день подкрашивать. Я сделала разные варианты. Это вот те варианты, которые я нашла в интернете. Дорожка, например, есть. Можно эти трекеры найти в интернете в больших количествах, если не понравятся те, которые я предложила. Что я сделала? Вот читаю 30 минут в день. 30 минут такая условная единица, можно и побольше. У кого побольше, у кого меньше, сколько выдержит. Такой уже взросленький вариант с книжечками. Прочитали, закрасили книжечку. Прочитали, закрасили книжечку. Вот просто такая мотивация. Вот такой динозаврик, который читает. И вот разбивка на 31 день я сделала. Либо, если отвлекает вся эта красота, можно просто делать такие по месяцам. Вот у нас по месяцам, первое, второе. Здесь число. Просто такой простенький вариант. Что еще можно? Можно наклейки. Рисовать наклейки. Все, что хочется ребенку, пожалуйста, это творчество. Это его дневник, это его украшательство. Вот эти вот стикеры, я пришлю ссылки на стикеры. Я нашла в интернете с книжечками. Если ребенку хочется, да пожалуйста. Главное, что наша задача привлечь к этому занятию. Мы делаем с Илюшей дневник ежедневный. У нас там и наклейки, и рисунки, и все мы украшаем. И порой дневник у нас сводится только к украшательству. Но я знаю, что на следующий день мы обсудим день. Потому что ребенок любит это делать. Если не найти стикеров покупных или не нравится, можно заказать наклейки в копицентрах. Это вот первый копицентр, который я кликнула у нас в Питере. Заклеила здесь название, чтобы все было по-честному. И вот стикер-байки, пожалуйста, они есть в каждом сейчас копицентре. Это делают наклеечки. Можно наклеечки делать самостоятельно. Ей продаются листы для наклеек. Мы можем распечатать, вырезать. У кого есть плоттеры, там вообще просто делается все. Сами самостоятельно все делают плоттером. Ну, в копицентрах, вот, пожалуйста, они тоже делают наклеечки. Все главное. Можно даже просто найти понравившиеся рисунки и просто в плете наклеить. Или распечатать там какие-то. Но, как правило, дети любят наклейки. Это очень нравится. В общем, есть много технологий изготовления самодельных наклеек. Когда там скотча рисуют, там можно в интернете посмотреть. Мастер-классы по наклеечкам. У детей это очень популярно. На двухсторонний скотчик можно приклеить. То есть можно посмотреть. Оформление дневника. Я люблю вот просто однотонный серый. Ну, кому-то может показаться, что это достаточно скучное занятие. Кому-то может и детей не понравится. Просто серенько. Кому-то может просто... Душа требует красоты какой-то. Я положила вот такие четыре варианта. Что касается... С графической точки зрения. Если кто-то будет делать самостоятельно какие-то другие варианты, не берите варианты с рисунками. Берите варианты вот этих оформлений. Либо какой-то геометрический, вот как серый, да. Абстрактный какой-то рисунок. Либо какие-то вот точечки, тоже абстрактные, которые не будут напрягать зрение. Вот здесь геометрические тоже вот такие. Вот темно-фиолетовый, мне уже кажется, ну, перебор, ну, всякие подобрала фоны. Более-менее нейтральные. Но когда я попробовала сделать фон из рисунка, это всё уже сразу теряет чёткость, да. Мы теряем... Появляется, так сказать, рябость вот такая какая-то, то есть рябит в глазах уже от этой пестроты, которая присутствует тогда уже в этом дневнике. Поэтому я люблю однотонные. Это не отвлекает от основной мысли именно обсуждение книги. Взгляд, то есть взгляд не разбегается, не отвлекается на посторонние вещи. Но если вот хочется красоты, вот эти, мне кажется, оформления, они более-менее приемлемы, но опять-таки в зависимости от ребёнка, как воспринимает. Нужна ли ему вообще вот эта вот красота в виде там звёздочек, фигурочек и тому подобное, либо просто оставить серенькие, беленькие, дабы не нагружать лишний раз взгляд. С художественной точки зрения, вот чистота такая, она должна быть. Потому что не все будут заполнять аккуратно. Понимаете? Или там увидите, или там его творчество присутствует в полной мере, и это шум визуальный появляется. И если ещё дополнительно шум визуальный в виде каких-то точек, крапин и тому подобное, это абсолютно лишнее. Ну, кому-то, если надо, пожалуйста. Вот. У нас есть ещё такие вот разделители. Сначала у меня их не было, но когда появилось уже несколько там обсуждений по книгам, то это появилась какая-то необходимость сделать для родителей. Я делаю вот какую-то пиктограмму, уменьшаю. Шаблон этих родителей я положила в дневниках есть. Зебрёным зубом, вот зебра, квиккала, педрёвнёнок квиккала, я не ставлю прям вот персонаж, я ставлю символ. То есть здесь символы именно, которые намекают нам на ту или иную книгу. Символизируют. Как я храню пиктограммы? Это, значит, канцелярская папка, извиняюсь, она там уже такая у нас видавшая жизнь. Большая, толстая. Пиктограмм у нас очень много, мы используем их для дневников обсуждения, ежевечернего обсуждения, для дневника читателя. Там накапливается достаточно быстро, где-то впрок, где-то просто ещё что-то там получилось, лишнее положили. Изначально у меня только были разделители. Во-первых, я храню это кармашки для монет 4 на 4. Есть у меня более мелкие кармашки, более крупные кармашки там. Но самые ходовые у меня, лично потому что у нас карточки самые ходовые 4 на 4. Изначально были разделы зелёненькие, вот основные, потом уже не хватает у нас разделителей. Уже внутри зелёных основных разделов есть маленькие подразделы, жёлтенькие вкладочки, поскольку их много. Пользуюсь пиктограммой, ищу или я, потому что в таком объёме, конечно, он не ищет, ему 4 года всего. Он, конечно, он может поискать, он может сам листать её, берёт, носит, таскает и ищет, но найти ещё конкретную пиктограмму какую-то, ну, ему сложновато, слишком их много там. Вот, поэтому мы это совместная работа, в основном открываем нужную страничку, например, где эта пиктограмма будет, он тогда может её доставить, или подскажу, где открыть, тогда он достаёт. Там большая сложность у нас с глаголами. У нас их много, и правильно, какой-то системы, чтобы их разделить, у нас до сих пор ещё не началось. Остальные разделы достаточно уже хорошо. Прижились. Уже нам пора на две переходить папки, потому что много всего этого. Ну, это достаточно удобная вещь для вот таких обсуждений. Всё это вклеивается, всё это печатный вид, неламинированный, бумажный, и мы вклеим там уже дневники в наши, дневник читателей, и вот тоже пример, как я готовлюсь уже к обсуждению. Для начала я анализирую сама, выписываю героев, там, черновик какой-то, выписываю предложение, и подбираю, посмотрите, здесь плюсики стоят, я подбираю, смотрю, как с вечера, во-первых, эта работа начинается с вечера, накануне, потому что одновременно с Ильёй эту работу не проделать. Мне нужно понять, что ещё допечатать, чтобы к моменту обсуждения с Ильёй, с ребёнком, у нас уже был необходимый набор пиктограмм, чтобы я не искала там где-то, ой, нам вот этой пиктограммы не хватает, я сейчас найду, я сейчас распечатаю, а потом ещё одну не хватило, я ещё допечатываю. То есть для обсуждения нам должен быть полный набор. То есть я составила себе предложение, я выбрала, какие у меня пиктограммы есть, какие надо допечатать. Ну, здесь уже все плюсики, поэтому все уже я подобрала пиктограммы. Вот набор пиктограмм, что у меня требуется. Замазка. Зачем мне нужна? Вообще у нас замазка, это всегда лежит, поскольку, например, главный герой там, какая-нибудь свинка, которую зовут как-то-как-то. Ну, там, про свинку Пеппу не считаю, но условно скажем, свинка Пеппа. Я замазываю просто и пишу Пеппа, её имя. То есть я частенько меняю просто надпись чёрной гелевой ручкой, замазываю штрихом, и я, чтобы не перепечатывать, целиком, или, например, глагол какой-нибудь бежать, убежать. Да, я не буду перепечатывать, пиктограмма-то одна, по сути, бежать, а убегать и бежать, немножко разные значения для Ильи уже. Я ему просто, я ему подписываю. и уже потом, смотрите, я подписываю предложение внизу уже, что делали герои книги, я это предложение подпишу под пиктограммами, как у меня будет предложение строить. Для того, чтобы потом не заглядывать в свою шпаргалку, как я хотела, как я подбирала пиктограммы, как я там придумала все это, если я там с вечера это все придумывала, а на следующий день, например, я немножко перефразировала, и оказывается, что у меня нет этой пиктограммы. Я себе написала червячок, какое у меня будет предложение, и уж точно у меня эти пиктограммы в наличии. Так, а что это у меня? А что, все, что ли? А, ну да, здесь у нас все. Так, тогда мы сейчас с вами перейдем непосредственно к мастер-классу. По этой части у кого-то вопросы есть? Так, к этой части, наверное, вопросов нету. Так, нету, кто-то накидывает. Вопросов у нас нет. Тогда мы переходим с вами к мастер-классу. Нет вопросов, пишут. Спасибо. В чате, что у нас? Так, 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 все, в чате тоже нету. мастер-классу. так, я меняю демонстрацию. демонстрацию. вида демонстрацию. Скажите, пожалуйста. Спасибо. Ну, смотрите, сейчас я вот так сверну здесь. мастер-классу. У нас демонстрация, мастер-класс будет проходить таким вот образом. Я сейчас смоделирую, как мы с Ильей обсуждаем книжку. Ну, представим, что у нас печатный вариант читательского дневника. Уже распечатанное все. У нас рядом всегда с Ильей книжка. Почему-то у меня была фотография. Секундочку. Как мы это все делаем с Ильей непосредственно. А, вот здесь вот. Почему-то она черная стала. Сейчас я покажу. Извиняюсь. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это вот. Вот это вот у меня страничка почему-то стала черной. И не показалось вам. Сейчас, смотрите. Когда я подготовилась, собственно, как мы с Ильей обсуждаем. Вот это вот страничка, где у нас автор, где понравилось, не понравилось. Вот мы про Божью коробку обсуждаем. Потом вот у Ильи дневник непосредственно. Пиктограммы перед ним. Не очень красиво, не по порядку. Ну вот. Книжка перед ним. Вот сейчас, вот на этой фотографии, Илья срисовывает Божью коробку. Как может, так срисовать. Потом мы открываем книжку, где есть все герои. Кто там был? Выбираем. Вот это кто там? Курочка. Найди курочку. Приклей курочку. Лошадку. Приклей лошадку. Он всегда сравнивает с книгой, обращаясь к книге. Это работа с книгой идет. Графическое восприятие. И потом уже вот здесь вот в процессе обсуждения составления предложения уже не до фотографии, просто итоговая. Уже потом вот как выглядит непосредственно уже что раздел, что делали герои книги. Вот. А теперь мы перейдем к мастер-классу. Вот. Вот то же самое. Но мы сделаем именно похода тела. Вот у нас есть дневник читателя. Сюда мы заполняем фотографию ребенка, фамилию, имя ребенка. Переходим к разделу. Здесь у меня смоделировано все, что лежит перед Ильей. список книг, которые обсудили с мамой. Ну вот. Под грибом. Мы сегодня будем с вами обсуждать под грибом. Вот такая вот книжечка. Вот у меня. Хорошо. Вот так. Сейчас. Немножко тормозит. Вот. Список книг, которые обсудили с мамой. Под грибом. Мы обсуждаем. Список книг, взятых в библиотеке. Ну, скажем, у нас в библиотеке мы под грибом не брали, а у нас есть она дома. Сюда ее помещаем, эту книжечку. Я потом такие листы прям формирую, или я вкладываю, эти листы я именно вкладываю на файлики. Дальше. Ну, книги, которые я хочу почитать потом. Ну, скажем, Сутеевская тоже какая-нибудь елка. Да. Вот нам Сутеев понравился. Давайте мы такой вот. Сейчас, наверное, не видно. Я бы сейчас покрупнее сделаю. Про елочку. вот такая книга. Что я хочу почитать потом? Сказки про елочку. Теперь мы переходим к обсуждению. Инстаграме книги нужно. Вот так книги. Ну, вот сюда мы с вами. Уже большую сюда вклеиваю, чтобы можно было. Ну, она сюда большая легла по композиции, скажем. Ну, и так нарядненько. Автор вот как раз-таки в ходе придумывания вебинара я уже тоже придумала, что можно автора уже прям фотографию вклеить. Мы просто писали. А теперь я думала, что можно еще фотографию уже знакомства. Теперь мы пишем Владимир Григорьевич Сутеев скажем написали сюда как зовут автора. написали. Название книги как называется. Если ребенок хочет, мы другим цветом можем выделить. Зелененький. У меня сам Илюша выбирает. Ему это нравится. Фломастеры выбирать. Под грибом. Там красненький какой-то. написали с ним жанр вот здесь вот у нас. Ну вот уже готова есть на Рассайке сказка уже готовая пиктограмма есть. но можно придумать уже свои какие-то пиктограммы по другие жанры. Собственно здесь тоже можно с ребенком обсуждать что есть другие какие-то жанры. Ну вот по поводу Сутеева и какая страна мы с мужем решили что наверное мы ребенку скажем что это российский автор а не советский поскольку для него еще тяжеловато понимать что была какая-то страна другая раньше сейчас еще понятия страны у него в принципе нету нам еще город выучить что мы в Санкт-Петербурге живем как-то только начинаем это знание а то что страна для него еще ну вот только еще поэтому пока что вот не будем говорить что это СССР мы просто будем говорить что это Россия а если кто-то обладает этими знаниями то можно уже конечно представлять СССР там да плаги СССР еще что-то мы подпишем Россия если какая-то другая страна то тогда соответственно когда мы читали эту книжку ну скажем сегодня мы ее прочитали сегодня у нас май это вот на данный момент нам с Ильей очень актуально мы месяца учим а нет это количество страниц я поспешила вот у нас дата прочтения у нас здесь а количество страниц честно говоря я не посмотрела значит оставим без заполнения сейчас и вот май да скажем вот пиктограммы месяца мы заполнили понравилось не понравилось у меня через дробь можно просто раскрасить я предлагаю Илье либо раскрасить эти символы либо приклеить ну скажем мы раскрасили понравилось дальше рейтинг ну я думаю за всех отвечу что вот так вот под гребом нравится всем и мы сделаем что рейтинг у нас 5 звездочек потому что мы пока удалим под гребом всем нравится ну вот таким образом мы заполнили вот эту страничку ну здесь где-то спрашиваем где-то обсуждаем где-то такая работа проходит дальше Ирина простите пожалуйста тут вопрос поступил в какой программе вы это делаете программа да я вижу значит это паблишер паблишер это программа Microsoft она обычно устанавливается с пакетом Microsoft посмотрите если у вас там на компьютере она есть она простая в том плане что она очень похожа на все Microsoft программы но она лучше работает с изображениями если нет ее в пакете в компьютере установленными если у вас там на работе кто-то работает кто-то дома есть с админ тогда попросите его доставить как правило просто там при установке галочки когда Microsoft ставится пакет там просто нужно поставить галочки что нужен паблишер то есть в этом пакете он всегда присутствует просто его не всегда ставят вот галочку ставят только самые популярные Word Excel Point Powerpoint остальные ставят редко поэтому там Microsoft программа у нас стоит возвращаемся к нашему мастер-классу дальше я здесь поставила раскрасочку под грибом с мультика можно нарисовать можно раскрасить раскрасить конечно не буду сейчас достаточно долгое занятие но мы предлагаем ребенку ну давай типа раскрасим дальше вот мы начинаем с вами обсуждать переходим про кого же книги у нас написано кто-то может хочет подключиться пообщаться нет никто желающих ну давайте вспоминать у нас кто был муравей я сюда сейчас не буду вставлять характеристики какой же там был муравей пока что кто дальше был бабочка хотя можно ее вставить бабочка потом колто пришел мышка мы прямо в книжке можем листать ребенка вот походу я сейчас листать не буду я потом буду открывать воробей зайчик заполняем приклеим лиса ну вот здесь не хватает места на вторую сторону можно перенести а можно сделать просто вот сюда удалить а героев еще второй столбец сделать вот здесь герои и у нас два столбца с героями например и вот у нас еще столбец с героями чтобы лист не пропадал можно например обсудить плохой хороший например вот сырье уже хорошо муравей какой хороший был а лиса какая была у нас же там зайчика хотела съесть плохая плохая лиса какой еще был муравей например можно обсудить а вот пиктограммы видите они у меня рядом специально как я Илье кладу то есть у нас рядом книжечка вот и пиктограммы муравей у нас еще храбрый был вот уже ну по мультику конечно он был храбрый по хорошему когда он защищал зайчика на лесу нападал ну можно тоже сюда как-то а зайчик какой был трусливый лисичка злая лисичка злая лисичка хотела съесть зайчика злая сейчас потом кто был мокрый бабочка бабочка была мокрая мышка воробей все они были мокрые ну таким образом это и новые слова и таким вот образом это мы запомнили про кого в книге написано есть здесь вопросы нет хорошо переходим тогда к разделу или будет интереснее что делали герои книги здесь переходим к работе с книгой вот у нас под грибом такая есть открываем и вот у нас первая страничка я заранее сформировала уже предложение и вот мы по предложению ищем шел дождь муравей спрятался под грибом дождь даже можно даже не шел дождь муравей муравей спрятался спрятался но здесь я использую предлоги под гриб потому что Илья уже под уже понимает этот пиктограмм уже знает под гриб и нам по возрасту уже полагается все это знать учить но если это сложности мы можем просто предлоги убирать то есть не обязательно я делала сейчас примеры мастер-класс по уровню Ильи что ему доступно мы сформировали предложение она анализировали первую страничку муравей спрятался сейчас мы это удалим следующий бабочка пришла муравей спрятал бабочку под гриб здесь появляется некий сейчас будет повтор что все прятались под гриб муравей муравей пригласил да спрятал что муравей остался так сейчас я муравей спрятал кого бабочку под гриб здесь как раз пиктограммы небольшие 3,8 см ну почти 4 конечно под гриб эту страничку мы уже все формировали анализировали дальше пришла мышка ну уже здесь муравей бабочка подружились теперь у нас друзья я решила что они уже подружились друзья потому что ну как соседи не соседи для ребенка наверное друзья они уже подружились будет понять такое легче друзья теперь спрятали мышку под гриб это такая повторяемость идет для изучения предлогов наверное тоже хорошо мышку мышку под гриб под гриб так это страничка у нас дальше воробушек пришел друзья опять друзья спрятали воробья под гриб под грибом тоже опять повтор здесь можно уже ребенка просить моделировать предложение потому что они однотипные но какой-то момент уже ребенок возможно сам смоделирует это предложение выложит карточки последовательности здесь уже по ситуации друзья спрятали здесь воробушка где воробушек вот воробушка воробушка под грибочек дальше воробушек спрятался дальше зайка бежит у нее зайка друзья спрятали зайца под гриб теперь друзья спрятали зайца вот гриб вот у нас зайчика спрятали переходим на следующую страничку здесь у нас переворачиваем листочек новая страничка продолжаем зайчика спрятали лиса не нашла зайца и убежала сокращаем до минимального возможного мы не можем все перескать если ребенок хочет если он уже достаточной мере овладел пиктограммами и он слегка там формирует фразу из пиктограмм он может более расширенно это сделать тогда мы можем в две строки либо уменьшить если зрительно доступно мы можем уменьшить размер пиктограмм и увеличить их количество в строке но рекомендую все-таки делать построчно поскольку визуально все-таки мы привыкли читать строками одно ну то есть легче будет восприниматься ребенком одна строка как одно предложение без переноса потому что графически все-таки это будет читаться предложением вот теперь лиса не нашла делаем лиса не нашла ой ой у меня-то что-то ага я поняла вот это лиса не нашла искала искала но не нашла мы используем ее искать лупу то есть там есть искать с человечком но у нас как-то традиционно искать это лупа не нашла зайчика и убежала что ж ты будешь вперед убежала вот здесь как раз таки я нашла убегать от красного кружочка пиктограмма но если ее нет например я могу с легкостью использовать просто бежать и подписать у нас доступно внимание вот лиса не нашла а зайца убежала дождь закончился друзья рады почему всем места хватило под грибом гриб вырос здесь финальная сценка текста много здесь три предложения конечно надо сформировать для логического скажем дождь закончился вот закончился я здесь использовала жест все потому что мы с ульей до сих пор часто используем жесты и вот все все это закончилось дождь закончился друзья радуются радуются друзья рады почему всем хватило места под грибом почему всем всем так ну вот здесь я хватило использую пиктограмму иметь почему имелось место всем потому что как вот сформировать хватило я так и не придумала я вот придумала таким образом смоделировать почему у всех имелось место грибом гриб здесь видите я не использую предлог под грибом потому что места не хватает место гриб гриб что я делаю гриб вырос прекрасная пиктограмма мне так понравилось когда я искала я не знала есть ли растительность на рассайке я помню что там есть расти человечек но оказывается есть вырос цветочек прекрасная пиктограмма очень подошла и у нас смотрите я не вставила туда еще в персонажей у нас в персонажах была еще лягушка у меня угла а при обсуждении я уже эту лягушку не использую там новое предложение просто я сократила там же лягушка сказала что эх вы грипто вырос недосказала и ускакала ну я просто это пустила момент и у нас грипто вырос здесь у нас остаются для анализа пиктограммы были я вам показывала пример что еще можно делать что сколько читала дней я читаю в день столько то у нас сегодня май закрасим мы с вами я там прочитал эту книжечку 30 минут день и мы залили голубенький цвет все и вот здесь вот разделители под грибом я бы сделала просто уменьшаю маленькая получается пиктограммочка вот как улезет вот такая пиктограммка потом вырезаем это разделители по книжкам когда разделяем в дневнике обсуждения каждой книжечки такой бы разделитель я бы сделала под грибом к этому есть еще вопросы может быть что-то еще вернуть показать к этому разделу тишина у нас вопросов нет тогда у нас еще есть все понятно замечательно я очень рада что все понятно все вот эти вот мы воспользуем вот такой вот вариант просто серенький я возможно еще ну не вот берег вот это все как мы используем с Ильей вот этот шаблон где-то вот здесь серенький где обсуждаем видите оно достаточно хорошо читается когда серый фон цветные пиктограммы у нас еще пиктограммы черно-белые за счет того что черно-белый принтер ну вот оно когда просто серый фон оно не мешается ничего так тогда я вот это остальное топчат то есть все замечательно так я сейчас на примеры переключусь тогда и вот у нас есть примеры наших как раз таки дневников вот то что мы здесь не все наши дневники но так выбрала которые ну вот первый наш дневничок первый вариант это дочурка Груфола это еще летний наш в августе вот в июле по-моему пошли в библиотеку первый раз познакомились с библиотекой первый раз мы взяли Груфола адаптированную на Стрельницкой есть у них адаптированные и Груфола и дочка Груфола мы тогда брали читали и идея сделать дневник читателя у меня родилась прямо к первому посещению библиотеки но разработать сразу получилось уже к второму посещению библиотеки я уже разработала дневник но он выглядел еще не так как мы с вами сейчас посмотрели это первый вариант здесь мы рисовали с Ильей вот такой вот еще рисунок дочурка Груфола это были еще рисунки каля-каля-каля но ребенок старался герои я сначала расположила просто в две строки для экономии места хотелось чтобы на одной странице были все герои но на мой взгляд так получилось загружено достаточно и пестро я переделала все-таки когда один столбик с героями один столбик с героями и рядом их характеристики потому что на будущее бывает несколько характеристик если говорить про муравья он был и храбрый он был догадливый он был мокрый в том числе может быть несколько характеристик для одного героя одной ячейки может быть недостаточно и первый вариант нашего раздела что делали герои книги он был видите строки были не разделены это была просто сетка и здесь как раз таки все потерялось конечно мы все так судили это все Груфало предупреждал дочку не ходить в лес я сейчас могу там прочитать но для визуального восприятия это тяжеловато дочка убежала в лес искать мышонка этот вариант мне не очень мы попробовали мне не очень понравилось и мы дальше начали улучшаться так что у меня вот не листает так это уже позже в августе мы делали мячик для всех как раз таки тот книжечка где есть характеристики мы здесь уже обсуждаем вот так раз таки у нас переезжает уже рисунок на отдельную страницу у нас появляется серый фон потому что я поняла что с белым фоном тоже не так выделяется пиктограмма на сером фоне это читается лучше так вопросик я сейчас увидела извиняюсь есть вопрос в чате но не очень поняла вопрос можете уточнить извините упустила всю работу на листе проводите или в компе тоже а я поняла вопрос мы с Ильей работаем только в бумажном виде вот сейчас демонстрирую все это делается в бумажном виде компьютер я только вам демонстрировала вот первые наши обсуждения они выглядят таким вот образом вот мячик для всех что-то мне плохо листается извиняюсь вот и про кого в книге написано как раз таки мы здесь обсуждали что Фред плохо слышит черный трост Аня она там вечно сердилась на всех Соня Рейки был главным хулиганом с которым не хотели дружить потому что он был очень сильным и просто не мог контролировать свое сего Кротик Молли плохо видела Ёжик Вилли вот про него ничего не было написано вообще мы не смогли определить характеристику мы так и оставили а мышонок Макс он хромал на самом деле история получилась смешная я взяла не первую книжку серии мне встретилось мне понравилось про этого как все вместе друзья играют что нужно одним мячком всем играть мне история сама понравилась и не зная первой книжки я сделала вывод что почему мышонок хромает потому что наверное у него ножка болит а потом мы взяли вторую в следующий раз пришли и взяли первую книгу из этой серии где прописано что мышонка оказывается ножки были разные по длине и поэтому он хромал и с ребенком мы не взвернулись к этой теме я такая для себя сделала выводы не очень правильные что имели то имели как говорится и вот здесь мы уже смотрите я как раз таки следующий вариант когда серый фон у меня здесь на скане не так четко серый виден как на компьютерном варианте и я уже подписываю предложение друзья играли в мяч и формирую как пиктограмма моделирую предложение друзья играли в мяч здесь предлога нету не обязательно реки я забрал мячик убежал домой но здесь смотрите мне не хватило пиктограммы я подписала и в итоге потом и забыла вклеить такое тоже бывает и когда уже готовилась к вебинару смотрела у меня там нету думаю так оставлю показать мы не идеальные друзья позвали Рики играть вместе вместе играть весело и очень хорошо забирать игрушки неправильно здесь можно такой вывод небольшой сделать относительно этой книжки я ему смоделировала или я что самая частая ситуация в детской площадке друг у дружки забирают вещи они чужие вещи нельзя забирать нужно играть вместе так а вот это вот чем примечательна данная так еще вопрос там есть давайте перед тем как обсуждать зебренка я отвечу на вопрос на каком уровне Илья Папекс пользуетесь ли коммуникативной книгой и папкой Пекс мы в принципе системой Пекс не пользуемся Илья использует тотальную коммуникацию он использует все что ему доступно мы начинали с жестов потом перешли на распространение потом с распространения на коммуникативные книги и дальше у нас используется все по уровню коммуникации Илья сейчас на седьмом уровне он может сформировать предложение ответить на вопросы он все может попросить используя то что ему доступно у него сейчас АТК это дополнительная только вещь он дополняет речь если ему сложно вспомнить например слово ему сложно сформировать предложение коммуникативную книгу мы сейчас используем только как энциклопедию он разговаривает он сейчас достаточно хороший скачок он очень хорошо разговаривает просто некоторые вещи непонятные мы вообще в принципе от альтернативной коммуникации отходим и остаемся на дополнительные это дневники это расписание это такие вещи социальные истории у нас еще долго мы будем пользоваться социальными историями потому что они помогают я в своем телеграм-канале рассказываю про социальные истории делаю ему очень помогает справляться с этими вещами только дополнительная коммуникация у нас сейчас идет вот и зеберенок зум чем примечательно ну здесь уже мы переходим пиктограмма месяц у нас появилась уже здесь сам раскрасил да и это вот первый рисунок который Илья нарисовал уже голова ручки ножки вот это первый раз он нарисовал ему так нравился этот мультик мы нашли случайно книгу мы ее обсудили ему очень книжка тоже понравилась и он первый раз нарисовал кого-то и что-то вот с ручками ножками головой здесь единственное что подрисовала ему это гребень зум и мы еще подписали смотрите что это зум пиктограммы мы подписали стрелочку поставили и очень смешно Илюша случайно ну туда фломастером в середину животика но мы потом посмеяли что это пупочек ему было безумно смешно что там пупочек получился и мы тоже подписали на память что это пупочек и это было просто хит сезона это прям храню бережно первый рисунок ребенка уже такой осознанный до этого были только солнышки максимум там кружочки какие-то первый такой осознанный рисунок зубы солнышка вот у меня это очень ценный рисунок и вот что здесь было зубы ну здесь героев было совсем мало мама папа и зубы само повествование было достаточно тяжело потому что там история в том что зубы захотел приготовить родителям завтрак утром зубы хочет приготовить завтрак родителям поднос зубы ставит на поднос ставит родителям варенье кукурузные палочки хлопья сахар молоко кофе зубы несет поднос и падает и да все разбивается разлетает зубы начинает снова но кофе мало уже потому что разлился зубы наливает кофе и в маленькую посуду он нашел выход из ситуации чтобы были полные кружечки но они были маленькие несет завтрак маме и папе родители просыпаются и достаточно такая небольшая история но получилось достаточно много предложений здесь еще и повторили продукты питания заодно так и у нас любимая наша книжка серия книг всем советую души про корову Лизелоту потрясающе хочу себе тоже купить чуть ли не всю серию первое что мы взяли это книжка Лизелота и ночной переполох читали в октябре книжка очень понравилась всей семье понравилась и мы всех друзей на нее еще посадили вот здесь мы рисунок честно рисовали вдвоем Илюша что-то не хотел рисовать вот здесь копыт он рисовал какие-то полоски глазки я решила помочь получилась прекрасная красивая корова совместное творчество мне она очень нравится так и вот мы здесь начинаем кто был опять-таки нету видите характеристики какой герой там не описывается кто присутствовал какой он там был корова Лизелота вот видите обычная пиктограмма корова с именем Лизелота почитали он был хозяйка была хозяйка фермерша вот мы просто подписали хозяйка все остальные герои были просто без имен пони коза порося та курица что же у нас здесь было хозяйка читала животные книги по вечерам про тигров пиратов просят Лизелота пошла спать но ей было не заснуть а здесь Илюша решил приклеить еще раз картиночку с книгой это его творчество было она ворочалась прыгала надевала носочки пила чай принимала ванну там потрясающие иллюстрации на эту вот тему советую всем потом Лизелота пошла будить всех на ферме козу она разбудила пони поросят хозяйку почтальона и курица здесь на самом деле повествование было достаточно большое и если бы я каждый раз мы там расписывали Лизелота разбудила козу коза проснулась Лизелота разбудила пони пони проснулся здесь бы у нас несколько листов бы это заняло я здесь решила обобщить вот это все сократить и у нас вышло что она всех разбудила на ферме кого она разбудила перечисляем козу пони она там смешно всех будет но сам факт она их всех разбудила и потом сама мирно уснула здесь как раз таки если в зу был сюжет небольшой но у нас получился объемный текст то здесь наоборот максимально я сократила вопрос там вопрос бывают ли случаи не принятия чтения сразу продолжается ли чтение в случае отказа Ильи но это больше не про наверное вопрос не про читательский дневник а про чтение как таковое Илья очень любит читать книги бывает что что-то не хочет читать я не заставляю никогда если ты не хочешь эту книгу читать что мы не будем читать у меня сейчас нету задачи вот какую-то литературу прочитать мы же не в школе если в школе есть задание нужно прочитать вот этот этот тогда хочешь не хочешь приходится читать поскольку у нас еще садовский возраст 4 года вчера только было поэтому если ты не хочешь какую-то литературу читать нет библиотеку мы ходим Илья мы вместе выбираем ты вот эту книжку хочешь читать нет не хочу ну ничего не хочешь а пора я беру без него примерно зная его вкусы и попадая в точку мы читаем Блайд просто казалось бы та книжка которая я подумала что он будет читать он ни в какую не соглашается ну значит нет даже вот например собачка Соня у него первая часть умная собачка Соня это просто хит у всех времен уже больше года я взяла в библиотеке знаменитую собачку Соню он ее вообще не стал слушать но зато мы ее отдали в библиотеку обратно зато потом прослушали все аудиосказ про Заменитую собачку Соню не спас как бы не угадаешь читательским дневником если был вопрос про читательский дневник то тогда да если Илья отказывается я хотела бы например ну все-таки донести какой-то мусор для него важно тогда я могу подсунуть на второй день или например у нас есть шикарная книжка тоже нашли ее в библиотеке я потом купила домой про пингвинен как пингвина Квикола очень хорошие иллюстрации такой комикс да и красивый комикс рассказ графический роман не знаю и там очень большая вот история она потрясающая нравится Илье и всей семье нравится история но она очень развернутая в событиях длинная история событий много в одной истории и я бы хотела ее обсудить но если обсуждать мы начали обсуждать тяжело пошло обсуждение именно много предложений будет в обсуждении в дневник мы тогда остановились просто например на героях кто был в книге понравилось не понравилось мы сократили до минимума мы тогда уже не обсуждали что делали герои в книге мы просто обсудили остановились кто был в книге если например дочку Груфола первую мы обсуждали два дня сначала мы обсудили первые странички а потом мы обсудили что делали герои здесь смотрите по ребенку как справляется улья вот улье сложности усидеть на одном месте поэтому бывает ему интересно но усидеть сложно второй день можем отложить здесь ответила на вопрос так следующее вот очень интересный наш момент с чиком обрике здесь очень красочно получилось все здесь и разноцветные у нас буквы Илюша захотел дата 15 января красивые циферки например с конфеток такие у нас есть тоже красивые цифры и Илья очень любит цифры для него очень интересно он до сих пор начал изучать до сих пор ему очень нравится считать циферки нравятся и вот он здесь я ему подобрала 20-24 он решил что недостаточно ему цифр он хочет весь ряд циферный подобрать вот и вот здесь видите уже если в сентябре он нарисовал первого зебренка зуб это был такой вот а здесь уже понимаете уже уши есть у него ну конечно до сих пор рисует на таком же уровне но мне очень важно что он хотя бы рисует и уже осознанно это вот зайка это там собачка и вот здесь как раз таки была наша плохая чайка вот она чайка мы подписали что это чайка и она еще плохая вот мы здесь всех героев подписывались ну вот здесь мы как раз таки характеристику не делали героем зак брики чайка и чик зайчик ну а здесь история уже чайка и брики на море порой бывает действительно самой сложной это сложная работа подготовительная все подготовить сформировать для меня лично может кому-то будет просто но поскольку у меня там в детстве в юношестве были проблемы с работой с текстом до сих пор я графически что угодно там сделаю а вот именно анализ текста какой-то у меня тоже сложности развиваюсь я с вечера все это делаю вот они собрали ракушки они что они делали на море они собирали ракушки копали песочек брызгались брики устала и заснула чик подружился с заком собачкой опять просто собачка подписана зайчик мышка и они весело играли чик и зак брики проснулась и стало грустно потому что без нее играли зак и чик здесь мне пришлось выкручиваться как сформировать из пяти слов но здесь получилось из шести играли без нее ведь я фотографию без вставил в уголочек вот так ну как-то спешлось потому что по-другому я не смогла придумать как сформировать смоделировать предложение ребята пошли и купили пошли и купили мороженое жадная чайка украла мороженое в зак вот она плохая это где была чайка зак грустный а брики отдала ему дала ему денег зак зак купил мороженое брики чик и зак теперь плюс замечательно все счастье и вот такой у нас такие примеры там конечно у нас еще несколько примеров но такие вот и есть вот на этом у нас наверное все я сейчас вижу еще что-то у нас такой-то вопросик есть поздравляю с ним рождение спасибо большое с поздравлениями запись будет конечно пересмотреть если какие-то вопросы смотрите я в ссылках положу тоже ссылку в файле с ссылками я скину где скачать все файлы по вебинару все эти наши шаблоны в свете не в свете я все сделала будет файли фордовские со ссылками где там скачать где посмотреть телеграм-канал если кто-то еще не знает если кто-то еще не подписан и предлагаю вывешу там тоже задавайте вопросы в моем канале под постом всегда отвечу если надо что-то переделать например вы пишите если будет возможность я переделаю шаблон мне очень сложно вот еще вопросик есть в чате каритас тоже задавайте вопросы но тоже буду отвечать по нашему семинару также интерес подборка книг которые хорошо подходят для ДК ну по книгам было уже два вебинара да которые там хорошо очень Анна рассказывала про книги которые подходят как их адаптировать как подходят на самом деле у меня есть на канале несколько книг адаптированных я сейчас еще тоже в проекте одна книга вот на неделе на следующей неделе на следующей неделе на следующей неделе пойдем в библиотеку за новыми книжками ну по книжкам которые хорошо для ДК в принципе любую книжку можно адаптировать да в той или иной мере и обсудить здесь все зависит от ребенка и от того что мы хотим обсудить как мы хотим это обсудить да если вот хочется прям ну большой текст но обсудите меньшее количество просто хорошо сократите здесь очень большая идет родительская работа или работа педагога подготовительная мы должны просто сформировать то что вот мы хотим вложить в это обсуждение вот ответил наверное на вопрос так спасибо большое и за список книг которые вы читаете тоже мы читаем много на самом деле книг адаптированных не адаптированных ходим библиотеку за вот неполный год у нас там уже за 50 книг точно перевалилось то что Илья очень любит книжки его самое главное наказание на ночь за то что он останется без книжки тогда быстро бежит в постель чтобы почитали ему вот спасибо большое пожалуйста спасибо что слушали может быть еще у кого-то есть вопросы еще что-то может осталось так классальная работа работа конечно такая нелегкая скажу читательский дневник дается нелегко но наверное потому что у меня сама там проблема с текстами обработкой текста для меня это вот прям тяжеленько дается я понимаю важность этой работы на что я вкладываю своего ребенка для чего я это делаю что в дальнейшем у него могут быть проблемы с обработкой текста с анализом текста я не знаю на сто процентов но я предполагаю что это может быть я хочу так соломочку постелить чтобы потом это все легче давалось я сама могу вот знаете графических каких-то вещей наделать адаптировать книги могу там социальных историй наделать вот по щелчку вот прям легко а вот дневник конечно анализировать какие-то вещи сокращать подбирать слова да так что надеюсь кому-то это поможет кто-то займет этой работой если сложно пишите будем вместе там что-то делать вот помогу там шаблоны может кому-то надо переделать может кому-то надо будет пишите вертикали в горизонт переделать я тоже думала над этим но и просто не успела может быть в дальнейшем там тогда можно сделать длинную длинное предложение либо большие пиктограммы да тогда будет предложение предложение на листе немного но они вот там крупненькие да вот такие вот вещи еще вопросы может быть вопросов вроде бы нету ну что у нас тогда подходит к концу вебинара написала вопрос где я пропустила а можете озвучить тогда конечно вот когда вы занимаетесь и ведете этот дневник вы требуете чтобы он сидел рядом с вами или это не обязательно он может обходить вокруг вас передвигаться если он такой непоседливый но все-таки это работа за столом больше похода все-таки нужно пиктограммы разложить конечно он может встать убежать прибежать это не воспрещается я как бы в тисках то его не буду держать но если он уже заинтересован а он такой что знаете если он заинтересован он посидит вот если ему интересно гиперкрасивность это детки такие если ему интересно он будет сидеть он будет вовлечен а если он начал уже бегать туда-сюда значит ему не очень интересно вот тогда ну вот так потихонечку я вижу по ситуации может ему не интересно сейчас тогда стоит отложить на следующий день или вот оставить минимальный уровень там первую-вторую страничку и все порисовать если уже начал убегать то ну ладно в следующий раз обсудим вот ответила на вопрос да-да спасибо большое а нет за что еще может быть вопросики может быть голосом кто-то хочет задать пожалуйста здесь спасибо говорят пожалуйста только Владимировна ну что тогда будем наверное прощаться уже без 15 у нас до 12 времечки если больше нет вопросов спасибо большое что присутствовали буду рада вопросам отвечу всем на вопросы всегда рада помогать вот наверное тогда все Анна подскажите нам Анна Федосова да-да-да-да-да все мы тогда завершаемся да да спасибо большое да все спасибо большое и тогда до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...